МОЛОТОМ И НОКОВАЛЬНИЙ Подрядчики едва справляются с уборкой городских дорог. Вескуя жизнью. В Ангарском округе автомобилисты выезжают на лед, несмотря на запреты. Дух Олимпиады. На подготовку к главным всемирным стартам в Приангарье прибыли конькобежцы. А теперь обо всем подробнее. На дорогах Ангарска появилась соль. Как утверждают подрядчики, это вынужденная мера. Из-за обильных снегопадов дорожные службы оказались в непростой ситуации. По требованиям ГИБДД они обязаны обеспечить чистоту полотна и видимость разметки. В то же время окружная администрация запрещает использование реагентов в городской черте. В течение нескольких дней шел снегопад. Одновременно, естественно, улицы не получится убрать все одновременно. Поэтому было принято решение об использовании антигололедного реагента, соль в пропорции 10%, не больше, с песчаногравийной смесью. Дабы избежать снежных накатов и избежать гололедов. Это временная мера. Опять же, ежедневно использовать такой мы подход не будем. Как утверждают подрядчики, на уборку дорог брошены все силы. Бригады работают круглосуточно. Смены заступают с 4 часов утра. Большие улицы, такие как Алешина, Ленинградский проспект, Карла Маркса и другие, убирают каскадами. Задействовано более 50 единиц техники. Сегодня представители Министерства здравоохранения Иркутской области и администрации Ангарского округа встретились с коллективом городской больницы номер один. Тема собрания все та же – объединение медицинских учреждений. Ранее аналогичные встречи прошли в перинатальном центре и БСМП. Медиков волнует их дальнейшая судьба и то, какие изменения произойдут в результате реорганизации. Надо направить мнение, чтобы в составе многопрофильной больницы было обязательно новое здание под лечение пневмонии. Но не уйдет от нас этот ковид в этом виде, придет он в другом. Вопрос о слиянии трех медицинских организаций будет рассмотрен на ближайшей сессии Законодательного собрания региона, которое состоится 24 января. Парламентарии детально разберутся во всех спорных моментах, после чего будет принято окончательное решение. Продолжаем выпуск. Официальных ледовых переправ в Ангарском городском округе нет. Однако автомобилистов это не смущает. Чтобы сократить путь, зачастую они готовы рисковать жизнью и здоровьем. Сотрудники ГИБДД, ГИМС и администрации проверили несанкционированные выезды на лед. В рейд отправилась и наша съемочная группа. Железнодорожный мост с СМ-поселки. Уже много лет это место является излюбленной переправой через реку для местных водителей. Несмотря на запрещающие знаки, автомобилисты по-прежнему испытывают судьбу и рискуют своей жизнью, выезжая на лед. Вы нарушили областной закон, выехали на лед вне ледовой переправы. Сейчас будете привлечены к административной ответственности за выезд. По фактам выезда автомобилей на лед в несанкционированных местах составляются административные протоколы. Нарушителям грозит штраф. Эти рейды профилактические, имеют основную профилактику. Ну и также, как мы видели, граждане нарушают, выезжают на лед, что, соответственно, небезопасно для жизни. К сожалению, уже с начала года на территории Иркутской области зарегистрированы порядка четырех случаев провала автомобильной техники на лед. Соответственно, в рамках данных недопущения происшествий мы и работаем. С 9 января в Иркутской области действуют изменения, внесенные в правила охраны жизни людей на водных объектах. Согласно им, в Ангарском округе выход людей на лед запрещен с апреля по май. В зимний период пешие прогулки по замерзшим рекам и озерам, по мнению специалистов, безопасны. Что касается транспортных средств, то их лучше оставить на берегу. Наталья Хмелева, Олег Левченко, Местное время. Возрождая традиции, за добросовестную службу, а также за раскрытие резонансных преступлений, сотрудники правоохранительных органов были удостоены премии имени Бориса Давыдовича Герчикова. Стимулирующая выплата полицейским была учреждена в 2003 году. И на протяжении 10 лет ее выплачивали по целевой программе «Профилактика правонарушения, экстремизма и терроризма». Но потом программу закрыли. В этом году решили возобновить. За неравнодушие, за нетерпимость, нарушение общественного порядка, за нетерпимость к неуважению нашим гражданам, нашему городу. Все это вместе формирует более качественную городскую среду, комфортное проживание наших жителей. Благодаря таким людям все-таки у людей, знаете, еще, кроме физической помощи, еще появляется психологическая уверенность в том, что мимо не пройдут, если они окажутся в беде, им окажут помощь, их поддержат. Профессионально пройдут свою работу в случае совершения какого-то преступления. Поэтому вы формируете не только безопасность нашего города, но и психологическую уверенность наших людей. Кроме того, поощрение из средств муниципальной программы получили отважные ангарчане, которые проявили содействие в поимке преступников. В премии в 10 тысяч рублей были отмечены 12 человек. Служба социальной защиты населения отметила свой юбилей. 30 лет назад в регионе была создана система учреждений, главная задача которых – оказать поддержку тем, кто в ней нуждается. Именно на плечи социальных работников падает миссия заботы о стариках, многодетных семьях, людях с ограниченными возможностями. Накануне в Ангарске честовали тех, кто посвятил свою жизнь помощи ближнему. В этом году система социальной защиты населения Иркутской области отмечает 30-летний юбилей. В Ангарске отмекить круглую дату собрались сотрудники трех учреждений социальной сферы. За всю историю службы менялось многое – спектр услуг, технологическая и нормативная база. Но неизменная осталась миссия – помогать тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Всегда будут эти категории людей, которые нуждаются в защите, нуждаются в поддержке, нуждаются просто в каком-то понимании их ситуации, нуждаются в том, чтобы их выслушали, поддержали. Я искренне уважаю людей, вашей профессии, людей, которые помогают, которые умеют помогать, умеют оказывать помощь, умеют оказать поддержку, профессионально знают, как это делать. Социальная работа – это весьма непростой труд, требующий не только эмоциональной самоотдачи, но и исключительной подкованности в юридических вопросах и, главное, большого количества сил и времени. На сегодняшний день, по разным оценкам, как минимум каждый третий житель Иркутской области является получателем тех или иных мер социальной поддержки, в их числе люди старшего поколения, многодетные семьи, сироты, люди с ограниченными возможностями. Работать с ними должны те люди, которые умеют сострадать, то есть милосердные люди, чуткие люди, с большим сердцем, с большой широкой душой, то есть те, которые хотят помочь. Это очень важно, то есть они просто должны хотеть помочь, и они хотят помочь. Тот, кто не может работать вот в таком режиме, да, вот с такой категорией граждан, конечно, они не могут работать. Но благо, что у нас коллектив вот именно такой, да, то есть настоящие профессионалы, настоящие люди своего дела. По словам Натальи Калининой, среди работников Ангарского управления социальной защиты, немало тех, кто работает в этой сфере практически с момента ее основания. Есть свои ветераны и в других смежных учреждениях. Сегодня тем, кто посвятил себя заботе о ближнем, вручили ведомственные награды. Шесть анграчан были удостоены знака ветеран социальной защиты. В юбилейный год его вручают впервые. Александр Бычков, Дмитрий Новопашин, Олег Левченко. Местное время. Делаем добро просто так. Под таким девизом в Ангарске прошла акция «Добрых дел». Особенные дети совместно с их родителями приготовили подарок для Сталинградской аллеи – кормушки для птиц. А жители близлежащих микрорайонов оказали помощь в установке и взяли на себя ответственность следить за тем, чтобы кормушки всегда были полны. Все ребята очень старательно, очень ответственно отнеслись к этому. Я надеюсь, что нашу акцию поддержат. И жители этого района, и окружающих мест, вот эта Сталинградская аллея будет встречать гомоном птиц, потому что они сегодня, знаете, как по заказу. Все собрались, видно, чувствуют, что их сегодня накормят. И это будет продолжаться во всю холодную зиму. Напомним, Сталинградская аллея появилась в Ангарске благодаря неравнодушным горожанам. Они выиграли рейтинговое голосование по проекту «Комфортная городская среда». Совместно с администрацией согласовали проект и в результате здесь появилась зона отдыха. Центр поддержки общественных инициатив призывает всех жителей города присоединяться к акциям, направленным на сохранение и благоустройство значимых мест округа. Далее в нашем выпуске о спорте. Что нужно, чтобы стать чемпионом? Готового рецепта, утверждают спортсмены, нет. Но как минимум нужно желание, упорство и старание. Не помешают и полезные советы знаменитых наставников. Секретами мастерства с ангарскими фигуристами поделился мастер спорта международного класса Артур Дмитриев. В нашем городе он проводит уже четвертый мастер-класс. Параллельное вращение, аксель, четверной тулуп, тройной риттбергер. Эти слова сложны не только в произношении. Выполнить элементы фигурного катания – то еще искусство. На ледовой арене сегодня спортсмены от мала до велика. Получить совет от мастера спорта международного класса желающих более чем достаточно. В ангарск он прилетел прямиком из Штатов. Наша цель – развивать фигурное катание в регионах. Поддержать, обучить, показать, как можно, простимулировать, может быть, показав собственной персоной какие-то элементы. Это сама цель. Артур Дмитриев – сын двухкратного олимпийского чемпиона в парном фигурном катании Артура Дмитриева и чемпионки мира по художественной гимнастике Татьяны Дручининой. Сам Артур – мастер спорта международного класса, победитель престижных турниров. Он первый в истории фигурист, кому удалось исполнить каскад тройной луц. В свободное время ездит по стране и делится опытом с начинающими фигуристами. И с каждым таким занятием этот вид спорта получает новый виток развития. Я уверена, что перспективы развития фигурного катания в Иркутской области есть. Тем более, что меня слышит и губернатор Иркутской области, и мэр города Иркутска, председатель думы, в общем, заинтересованы в развитии фигурного катания. И не случайно вы видите сегодня на тренировке, что мастер-класс сегодня здесь проводит, мастер спорта международного класса. Такие занятия способствуют повышению мастерства фигуристов. И, как знать, может, именно эти навыки помогут юным ангарчанам дорасти до олимпийских призеров и чемпионов мира. Наталья Хмелева, Олег Левченко, Местное время. А в Иркутске тренируется российская сборная по конькобежному спорту. Мужская и женская команды пробудут в столице Приангария до 27 января. А сразу после отправятся в Пекин. До стартов зимних Олимпийских игр остается чуть больше двух недель. Тренировки организовали именно в Иркутске для того, чтобы команда прошла адаптацию к другому часовому поясу. Занятия проходят в Ледовом дворце Байкал. До старта зимней Олимпиады в Пекине осталось всего две недели. Провести последние, а потому наиболее ответственные тренировки именно в Приангарии конькобежцы решили не случайно. Прежде всего это связано с единым часовым поясом между Иркутском и столицей КНР. По словам представителей команды, для спортсменов крайне важно заранее подстроить свои биоритмы на новый режим дня. Приехали на 8 дней. Три дня рабочих, потом день отдыха, три дня рабочих и потом уже в Пекин. Улетаем 27-го. К приезду Олимпийской сборной на арене Ледового дворца Байкал провели ряд модификаций. В частности, изменили технологию формирования ледового покрытия. Установили оборудование, позволяющее регулировать температуру воздуха. Были закуплены вулканы, так называемые, которые несут тепло на арену. То есть сделали чуть-чуть климат потеплее, попрогнозируемее, чтобы и конькобежцам было комфортно работать. И уже мы могли, допустим, на хоккейском мячом что-то делать похолоднее уже для спортсменов-хоккеистов. Сейчас главная цель у сборной – отработать новую тактику гонки. Последнее выступление наших конькобежцев на чемпионате Европы в январе было не слишком удачным. Тогда команду подкосил коронавирус. Часть спортсменов выбыла из состава. Остальным пришлось на неделю остаться без тренировок. Однако, несмотря на досадные обстоятельства, сейчас олимпийцы настроены на победу. Здесь будет основной акцент больше поставлен на командную гонку, ну именно у женской многоборской команды. Потому что это реальные шансы в борьбе за медали. И нужно отрабатывать такие уже тонкие моменты, несмотря на то, что мы вместе тренируемся уже там не первый год. Ну, впрочем, весь олимпийский цикл мы тренируемся вместе и бегаем в этом составе командной гонки. Но сейчас немножко поменялась тактика и нужно ее попытаться отработать, пока есть время. Напомним, 24-е зимние Олимпийские игры стартуют в Пекине 4 февраля. Участие в них примут около 4 тысяч спортсменов из более чем 80 стран. В дисциплине «Конькобежный спорт» будет разыграно 14 комплектов наград. И, как ожидают поклонники, российские спортсмены едва ли уедут с Олимпиады с пустыми руками. Андрей Иванов, Александр Бычков. Местное время. За окном зима. И вновь сезонный рост цен на фрукты и овощи бьет по кошельку. Где найти свежие, богатые витаминами продукты по приемлемым ценам? Ответ. В магазине «Фруктовая база». Именно здесь вас ждет колоссальный ассортимент агропродукций отличного качества. Вкуснейший виноград, более 30 видов яблок, сочные цитрусы, айва, арбуз и многое другое. Магазин имеет прямые поставки с ближайшего зарубежья, а также с Москвы и Санкт-Петербурга. Именно поэтому продукты здесь всегда свежие. Насыщенные богатым вкусом, овощи станут замечательным дополнением к любому блюду. Экзотические сухофрукты и орехи станут отличной находкой для тех, кто решил следить за фигурой. Но это еще не все. В магазине «Фруктовая база» вы найдете широчайший выбор бакалеек. Масло, крупы, свежевыжатые соки, вкусный грузинский лимонад, чай и, конечно, невероятный ассортимент сладостей. Я, конечно, даже не ожидала, что такой огромный магазин, огромный выбор орехов, сухофруктов, конфет. На любой вкус, на любой кошелек цены тоже очень радуют. Магазин ждет и оптовых покупателей. Для них доставка по городу бесплатная. Низкие цены и хорошие условия сотрудничества гарантированы. Магазин «Фруктовая база» ждет вас по адресу. Город Ангарск, 221-й квартал, строение 4. Это были все новости на сегодня. Я желаю вам хороших выходных, берегите себя и своих близких. Увидимся на телеканале «Актис». Все новости на все новости «Фруктовая база» един на самом этом решении. 啊! Со finally военном организме «Фруктовая база» —07-2014.